МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на седьмом канале. Меня зовут Илья Филонов. И в ближайшие 30 минут вместе с вами в прямом эфире говорим о самых важных новостях. И прямо сейчас коротко главные темы выпуска. В скандальной квартире продолжают оказывать услуги для взрослых, а в реабилитационном центре отрицают финансирование нелегальных забав. Комментарии и новые подробности в деле о красноярском порно-бизнесе. Зарплаты по миллиону рублей, а места в дивизионе последние. Краевые власти решили умереть аппетиты футбольного Енисея. Сотни тысяч погибших от голода, заветная пайка хлеба и уроки памяти в школах. Умирали за родину роты и не слышали сводок хвалебных. Умирали, ползли на работу для победы и... В Красноярске вспоминают день снятия блокады Ленинграда. Новогодние елки начали демонтировать, а горки пока постоят. В краевом центре ждут очередного температурного скачка, когда готовятся к похолоданию. Деньги шли не на порно, а на помощь зависимым. В реабилитационном центре Енисея сегодня прокомментировали, как расходовали грантовые средства. Накануне в сети появилась информация, что один из учредителей Енисея, Антон Мишин, на бюджетные деньги закупал оборудование и технику для домашней порно-студии. По словам консультанта реабилитационного центра Александра Володина, скандальные заявления о растратах грантовых денег – это происки конкурентов. Центр действительно активно участвует в различных конкурсах, часто их выигрывает, однако за все деньги постоянно отчитывается. То, что реализовывали в грантовых программах, это все было всегда отчитано, показано, то есть вплоть до копеечки. Выгода реабилитационного центра в реализации программ – это вы, опять же, сами понимаете, это рост репутации, то есть это положительный отзыв, это возможность наращивания возможностей. И сегодня ситуацию прокомментировали в Краевом агентстве молодежной политики. Как рассказала заместитель руководителя Анна Репина, реабилитационный центр «Енисей» получал гранты и субсидии с 2016 года. Суммы были разные – от 100 тысяч рублей до миллиона. Проблем с отчетностью у организации никогда не было, поэтому и вопросов к ней не возникало. Мы также сегодня обратились в епархию, чтобы узнать, какое положение занимает Антон Мишин в церковных кругах. Ранее сообщалось, что подозреваемый – воцерковленный человек и часто участвует в заседаниях общественного совета при Красноярской митрополии. Однако в епархии это отрицают. Организаторов подпольной пурностудии в одной из квартир в центре Красноярска в пятницу задержали силовики. Спецназ ворвался туда прямо во время съемок. Помимо двух мужчин в квартире находились 10 девушек в возрасте от 15 до 18 лет. Оперативники изъяли технику и карты памяти. Задержанных обвиняют в использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов. За это им грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Число жертв коронавируса выросло до 80 человек. Почти 3 тысячи числятся зараженными. Еще около 6 тысяч с подозрением на болезнь находятся под наблюдением китайских врачей. Известно о зараженных вирусом вирусной пневмонии нового типа в Таиланде, Сингапуре, Австралии, Японии, Малайзии, Южной Корее, Франции, США и Вьетнаме. По сообщениям китайского правительства, инкубационный период, в течение которого можно заразиться, длится 14 дней. А российские власти подготовили перечень мер по предотвращению распространения вируса на нашей территории. Россия нам рекомендует воздержаться от заграничных поездок и употреблять в пищу только термически обработанную еду и пить бутилированную воду. А вот посылки из Азии, по заявлениям Роспотребнадзора, не являются переносчиками вируса. На почте нам сегодня рассказали, что выдачу товара из Китая не приостанавливали и в нашем городе не было ни одного случая отказа от посылки. А между тем, в России не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. И по официальной статистике, в нашей стране риск умереть от пневмонии существенно ниже, чем, например, от инфаркта. Именно болезни системы кровообращения лидируют в общей статистике смертности по Красноярскому краю. Из почти 30 тысяч умирающих ежегодно около половины скончалось из-за этого диагноза. На втором месте рак. От него умерли 6 тысяч человек. На третьем гибель от внешних причин. Это ДТП, убийства, пожары. И только четвертое место занимает смерть из-за болезней органов дыхания. Каждый год они уносят жизни примерно 2 тысяч человек. Разговор о коронавирусе продолжим сразу после новостей в студии 7 в 19.30. Гость программы, эксперт по информационным технологиям Руслан Джамилов. Он расскажет о том, что такое глобальное информирование и как анализ большого объема данных помогает выявить новые очаги эпидемии. Бигдейта, собранная за несколько поколений, с миллионов людей, может построить некоторую модель того, как вообще эволюционируют вирусы, как они появляются, и какова вероятность появления другого нового типа мутирующего вируса. То есть, в принципе, вот такого рода модели, гипотетические, могут быть построены с помощью компьютеров. Теплая погода, как на минувших выходных, продержится недолго. Уже со среды температура начнет понижаться, и к началу следующей недели столбик термометра упадет до минус 30. Более подробный прогноз погоды знает Денис Денисов. Во вторник, 28 января, синоптики обещают незначительное потепление до минус 3-8 градусов, а также переменную облачность, а местами снегопад, который будет повторяться практически всю рабочую неделю. В среду температура почти такая же, минус 4-9 градусов, но небо станет пасмурным и поднимется очень сильный ветер до 15 метров в секунду. А как мы помним, это почти всегда предвещает резкую перемену погоды. Четверг все еще останется очень ветреным днем, поэтому если вдруг вы окажетесь на улице, старайтесь держаться подальше от неустойчивых предметов или конструкций. И, судя по всему, эти ветра намечают тенденцию к похолоданию. 30 января ожидается до минус 10 градусов днем и до минус 17 ночью. К пятнице установится стабильно морозная температура минус 17, минус 24 градуса, но зато наконец-то утихнет ветер. И на ближайшие дни синоптики не ждут резких порывов, впрочем, как и потепление. К субботе периодические снегопады прекратятся, а сквозь облачность можно будет увидеть солнце. Однако воскресенье станет уже самым холодным днем на этой неделе. Минус 21, минус 27 градусов. И если верить долгосрочным прогнозам синоптиков, то к началу следующей недели можно будет уже ждать все минус 30. Сегодня по всей стране вспоминают одновременно радостное и горькое для многих событие снятие блокады Ленинграда. 76 лет прошло с тех пор, как советские войска смогли прорвать окружение фашистов. К тому моменту город был сильно разрушен, а половина населения за почти два с половиной года осады погибло. Как вспоминают те дни в Красноярске, расскажет Денис Козлов. Дети войны набивались в тягушки открытые. Дети войны хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу Кружки хлеба на белом снегу. Кружки хлеба на белом снегу. 76 лет прошло со дня снятия блокады Ленинграда. Сейчас одногодки тех ребятишек, кто в 872 страшных дня терпел ужас и осады, поют в память о других, кому сил пережить немецкое окружение не хватило. Погибали тогда все – взрослые, старики, дети. Умирали за родину роты и не слышали сводок хвалебных. Умирали, ползли на работу для победы и карточек хлебных. Из довоенного трехмиллионного населения города на Неве навстречу освободителям вышло в 6 раз меньше человек. На Ленинград немцы выпустили 150 тысяч снарядов, но от осколков и взрывов погибли 3%. Остальные умерли от голода. Героическую историю ленинградцев сегодня школьники передают друг другу на специальных уроках памяти, которые проходят по всему краю. Ты как будто бы находишься, погружаешься в эту атмосферу блокадного Ленинграда и ощущаешь это все на себе и понимаешь, насколько это было страшно. Самое страшное было то, что умирали невинные люди. Нужно знать, какие страшные вещи происходили с людьми. Это обязательно, я думаю, для каждого человека. До сих пор в нашей стране нет почти ни одной из семьи, кого трагедия Великой Отечественной не коснулась своей тяжелой, как оружейный свинец, рукой. Тот страх, который я видел в глазах деда, когда он это все рассказывал, о том, что он рассказывал, он рассказывал о том, что ему очень хотелось спить во время войны, а он еще форсировал реку. Ну, думаю, зачерпну, сниму каску, зачерпну воды, отхлебну маленько, а там кровь, она прям багровая. Еще живее воспоминания голодных и холодных дней у тех, кто был тогда там, в Ленинграде, окруженным врагом. У меня было три года, папа умер, он работал на заводе. Они там жили на заводе. Один раз в месяц их отпускали помыться, билетом. И вот он пришел, и ночью умер. Мы даже и не поговорили с ним. У нас около здания была сирена. И как сирена загудит, над всех встроен, вывозили в бомбоубежище. В бомбоубежище мы там бывали неделю, две. Только вышли, смотрим, наше помещение разбито. Почтил память и отдал дань блокадникам сегодня и губернатор. Возле памятника детям войны, как и по всей стране, проходит акция «Блокадный хлеб». Прохожим раздают заветную пайку, которая полагалась ленинградцам на целый день. Как символ мужества, это блокадный хлеб весом 125 грамм. Да, абсолютно, потому что такая норма была предусмотрена. Терпи, губернатор. Ругательная акция. Но же хлеб само по себе, это нечто святое. Да. Тем более губернаторский. Спасибо, Григорь. Встретился Александр Ус и с членами краевой общественной организации «Блокадник». Это пенсионеры и ветераны, пережившие те годы. Он наградил их памятными медалями в честь грядущего юбилея 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Я очень вам благодарен. Я низко кланяюсь за то, что вы сделали тогда, проявив вот эту стойкость и неистащимую силу человеческого духа, и до сих пор являете собой пример самых высоких человеческих качеств. Этот год по всей стране объявлен годом памяти и славы. И пока будут живы в сердцах подвиги наших предков, героизм тех людей останется в веках. Денис Козлов, Илья Сенкевич, 7 канал. Главный тренер футбольного Енисея Юрий Газаев покинул свой пост. Об этом сам наставник сегодня заявил на пресс-конференции. Газаев поблагодарил за работу коллектив клуба и болельщиков. Тренер проработал в Красноярске пять месяцев. В клуб он пришел после отставки своего коллеги Дмитрия Оленичева. Меньше чем за полгода команда успела опуститься на последнее место в первом дивизионе и до сих пор находится в зоне вылета. В декабре Газаев сам заявил, что покидает клуб. Но после скандала в СМИ и соцсетях руководство успокоило болельщиков. Якобы слухи об отставке были лишь слухами. Однако в минувшую пятницу за городом появились информационные щиты по мотивам фильма «Три билборда» на границе Эббинга штат Миссури. Фанаты в такой же манере написали фразы «Газаев хочет вывести клуб в премьер-лигу, но его хотят убрать. Как же так?» И сегодня сам Газаев отметил креативное решение, но все же покинул клуб. А в Енисеи представили обновленный тренерский состав молодежной команды, на укрепление которой в клубе взяли курс. Наша задача комплексная всех футбольных специалистов – это сделать все возможное для того, чтобы наши воспитанники спортивной школы имели возможность получить качественное футбольное образование и быть конкурентоспособными на профессиональном уровне. Для этого мы, на наш взгляд, собрали самых опытных и уважаемых тренеров, которые есть у нас в Красноярске и в Красноярском крае. И, видимо, Енисеи в ближайшее время ждут не только кадровые перестановки. Министр спорта Павел Ростовцев доложил о необоснованно высоких зарплатах футболистов. По словам чиновников, экс-руководство клуба в сентябре прошлого года подписало дополнительные контракты с игроками. И с января этого года футболисты получают от 800 тысяч до 1,5 миллионов рублей в месяц. При этом министр напомнил о плачевном положении клуба в первом дивизионе отечественного футбола и угрозе вылета во второй дивизион. Губернатору, ожидаемо, такие цифры не понравились. Теперь клуб, вероятно, ждет проверка. Почему мы не можем пригласить врача, о чем я неоднократно говорил, звезду, что называется, по контракту на работу здесь, для того, чтобы он подтянул, в том числе и своих коллег, привнес какие-то новые подходы. А вот футболисту мы спокойно такие деньги платим. Я этого, честно говоря, не понимаю. Также на сегодняшнем президиуме обсудили вопросы капремонта. Главное нововведение этого года – замена старых лифтов и систем газоснабжения. О том, где и когда начнут проводить ремонтные работы в этом году, расскажет Виктор Бородин. Так в Красноярске проходит разгрузка первой партии новых лифтов. Их накануне привезли из Омска, а уже в среду начнут устанавливать в жилых домах по всему Красноярску. Изначально в 2020-м по региональной программе капремонта планировалось заменить почти тысячу старых лифтов. Однако в эту программу уже скоро внесут изменения. До 2022 года жители Красноярского края получат в общей сложности 3000 новых лифтов. Хотелось бы отметить, что и в Норильске работа уже слаженная, настроена, там более 100 единиц лифтов уже привезено северным морским путем. Поэтому сомнений нет о том, что мы заменим тысячу лифтов, установят в наши многоквартирные дома, и действительно граждане получат уже качественный, выполненный капитальный ремонт своих домах. Работа по замене лифтов – это одно из приоритетных направлений. Также силы направят на замену систем газоснабжения. Их будут ремонтировать впервые. Такой вид работ пройдет более чем в 400 домах. Мы впервые в этом году делаем упор на газовое оборудование и замену лифтов. Почему? Потому что это те виды работ, которые можно отнести к опасным, которые так или иначе связаны со здоровьем и жизнью граждан. Готовиться к капитальному ремонту 2020 года в Красноярске начали еще в прошлом году. Были проведены конкурентные процедуры и определены подрядчики на лифты и системы газоснабжения. Партии с лифтовым оборудованием уже начали доставлять в регион. Естественно, количество выполненных работ в сравнении с тем, что было еще там два, тем более три года назад, это просто небо и земля. Поэтому вывод очень простой. Можем, если захотим. Первое место по Сибирскому федеральному округу. Оказывается, можно его было достичь. Три года назад мы находились в аутсадерах, по-моему, где-то там на пятом что ли месте с конца или что-то в этом духе. В планах на 2020-2022 год провести ремонт почти в 2,5 тысячах домов по всему Красноярскому краю. Кроме лифтов и систем газоснабжения, особое внимание уделят восстановлению крыш. Виктор Бородин, Павел Иваницкий, 7 канал. Платное высшее в кредиты выгоднее, чем вообще без него. Министерство науки и Сбербанк подписали договор, по которому государство оплатит больше трети процентов за обучение. Сейчас кредит на высшее образование дают под 13,5 процентов. Но желающим сэкономить можно платить только 8,5. Остальное на себя возьмет бюджет. Причем за все время обучения и еще три месяца, после можно платить только проценты. А основную сумму отдавать банку следующие 10 лет. То есть, когда студент начнет зарабатывать. Такая мера заработает в СФУ уже этим летом, когда начнется приемная кампания. Понимая, что это все-таки нагрузка на семейные бюджеты, это достаточно длительный срок кредита, мы предусмотрели меру поддержки и предоставим обучающимся, которые заключат такие договоры, 10 процентов от стоимости снижения. Их стоимость на 10 процентов. Таким образом, они высоветят ресурсы для обращения процентной ставки. Пакеты с песком и дешевым ситцем вместо дорогих итальянских штор получила по почте жительница Железногорска. Пенсионерка нашла в интернете выгодное объявление. Товар продавали с большой скидкой. За него покупательница отдала около 4 тысяч рублей, а обман обнаружила только дома. О других новостях в двух словах расскажем далее. Прощение у избирателей государства просит председатель избиркома в Большой Луйском районе. Через местную газету женщина призналась, что в сентябре прошлого года подделала результаты голосования. Тогда жители выбирали депутатов сельсовета. Это уже не первый подобный случай. В декабре в таком же поступке раскаивались члены Красноярского избиркома. Испорченными овощами кормили детей в 45-й школе Красноярска. Это выяснила прокуратура Свердловского района. Также возникли замечания к тому, как хранят продукты и к меню, где не было салатов и порционных овощей. Школьный кабинет питания оштрафовали на 100 тысяч рублей. Мэрия Красноярска ищет подрядчика, чтобы построить поликлинику в Покровском. На сайте госзакупок указана сумма контракта почти миллиард рублей. За эти деньги собираются построить лечебное учреждение, которое сможет обслуживать около 10 тысяч человек. В Красноярске начали разбирать новогодние елки. Бригады работают в Татышев парке, на Театральной площади, в сквере Чернышевского и в микрорайоне Солнечной. В первую очередь подрядчики снимают шары и гирлянды, их увезут на склад. Потом рабочие примутся за металлические конструкции. А вот ледовые городки пока продолжат работать. На английском и словацком языке теперь общаются в детском саду Красноярска. На занятия в дошкольное отделение 5-й гимназии приходит студент из Кембриджа и жительница Словакии. Они разговаривают с детьми на родном наречии, читают сказки, ставят спектакли, гуляют и обедают. Отвечают им дошколята на русском. Это при том, что многие до встречи с иностранными гостями не слышали чужую речь и не учили специально буквы, слова или правила. Такой подход называют событийной полилингвальностью. Пока новую методику используют только в одной группе. Внедрить программу планируют еще в нескольких детсадах Красноярска, рассказали в Управлении образования. Именно в этом возрасте, говорят специалисты, дети лучше всего воспринимают иностранные языки. Только рассказывать о них нужно необычным способом. Давайте вспомним про себя. Мы с вами закончили курс средней школы, изучали разные языки, английский, немецкий, французский. Разные вообще были варианты. Но, к сожалению, большинство из нас до сих пор пишут в анкете, что могу переводиться словарем. А результат образовательный все же должен быть другим. Они снова встают на лыжи и готовы покорять склоны. Дети с особенностями здоровья начали зимний тренировочный сезон программы «Лыжа мечты». Изначально стартовать собирались в декабре, но тогда было мало снега. А в этот раз занятия прошли почти при плюсовой температуре. Альфея Еремеева продолжит тему. Вот с таких выступлений и стартует новый сезон в «Солнечном». Открывает его юношеская сборная края по зимним видам спорта. Следом за ней, еще не так уверенно, идут участники программы реабилитации. Их тренер рассказывает, на первых занятиях некоторые даже не могли подняться на гору. А сейчас сами спускаются со склона. Я хочу, чтобы они катались именно на уровне, как профессионал, где-то рядышком с ними. Мне прям хочется их туда пододвинуть, чтобы они рядом с ними стояли, чтобы их косо не смотрели. То есть вот они рядом, они такие же дети, так же точно умеют. 13-летняя Юля сегодня решила побыть зрителем. В первый раз на склон спорткомплекс «Солнечный» пришла год назад. Занимается она со специальной опорой. В каждом движении помогает тренер. Мама Юли вспоминает, как только этой зимой выпал снег, сразу стали ждать новых тренировок. Это очень тренирует ноги, мышцы. Прям укрепляет это хорошо. К тому же это помогает научиться держать равновесие. Это помогает координации движения. Я хочу сказать, что у нас видно было прям результаты. Лыжи мечты создавали для тех, у кого непростые диагнозы. ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушение слуха и зрения. В предыдущем сезоне реабилитацию по уникальной программе прошли около 20 красноярцев. Еще больше 140 занимались следом на роликах. Родители начинающих спортсменов замечают, дети меняются не только внешне. Раньше было сказать только ребенку, колясочнику, мы идем туда. Это было все переодевания, все эти сложности. На сегодня с удовольствием, с таким энтузиазмом у детей, их везде приглашают. Они настолько стали мобильными. Ну, как-то мы теперь так живем. В Красноярске программу «Лыжи мечты» уже не первый год поддерживает СОЭК. Чтобы начать занятия в Солнечном, компания помогла закупить слайдеры, ботинки, лыжи, поставить на склоне специальный подъемник и обучить инструкторов. Кстати, для детей с особенностями развития планируют адаптировать и спортивные площадки, которые строили для универсиады. Будем смотреть, если взять СОЭК, это очень сложная трасса, специфичная, поэтому будем стараться реализовывать разные направления. И не только лыжи, но и другие направления для половинных групп населения. А гордиться результатами красноярцев можно уже сейчас. Одна из воспитанниц программы стала участником всероссийских соревнований «Старты мечты» в Тюмени. Аферия Меева, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Теперь информация о погоде. Во вторник, 28 января, в Красноярске облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ночью минус 10, днем потеплеет до минус 1. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео и сообщения на наши вайберы в WhatsApp. Номер телефона прежний 8-391-2900-333. А также следите за нами в социальных сетях. В студии для вас работал Илья Филонов. Спасибо, что эти 30 минут вы провели с нами. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова